Всем привет и так что интересного на поляне дома 2. Вика обиделась на Яну. Последняя не поздравила девушку с днём рождения. Ну а Захаровой не понравилась словесная перепалка Вики с Аленой Опенченко. В итоге Вика стала считать Яну лживой бабой и призывала всех выгнать её с проекта. Захарова дала ответочку и стала выгонять Эдика за ворота. А вот немного красоты из вчерашнего эфира. Белая и Адеев сходили на романтическое свидание. Юля Белая вульгарно, просто до жути, выпила всего один бокальчик, а была готова выпрыгнуть из платья. Валилась бюстом Адееву на лицо. И вот впервые можно было увидеть, как Алексей смущается. Было заметно, что ему неловко. Более того, его, по-моему, чуть не стошнило в этот самый бюст. Но надо отрабатывать хлеб. И Адеев спросил, можно ли погреть руки. Белая говорит, можно где угодно, но постепенно, не всё сразу. Видимо, разрешит любому, кто нальёт бокал не сока. С одной стороны, Адееву нравится такой типаж, но с другой брезгливость и страх явно читались на его лице. Альбина Валиулина летит в Москву, но не на проект, а по своим делам. Таня Репина, которая лежит в больнице, вышла на связь. Девушке наконец-то стало легче, спала температура. Все эти три дня мне было настолько плохо, что я еле брала телефон, чтобы позвонить родным. Сил не было совсем, не хотелось ничего. Сегодня Тане сделали УЗИ, проверили малышку, с ней всё хорошо. Таня на 23 неделе набрала 7 килограмм. До нашей встречи, пишет, осталось всего 17 недель. Скоро я увижу тебя, моя девочка. Поговаривают, что Безуса хотят выгнать с проекта. Не знаю, правда, откуда идут слухи, но вот честное слово, лучше бы выгнали. Пусть девочка спокойно доносит. Катя Горина подтвердила грустные слухи. Действительно, не стало её мамы. Я её очень любила, пишет. Кристина Бухенбалте летит в Ереван. Любимого львёнка Ваню с ней не отпустили. Ну и как оказалось, у Кристины там очень много фанатов. Многие хотят с ней встретиться, помочь. Фанатка Вероника, например, встречает Кристину в аэропорту. Поможет добраться до отеля, покажет самые красивые места в городе. Кристина обещает встретиться со всеми желающими. Также она показала в сторис, как Ваня Барзиков ведёт себя в быту. Вот он говорит, какой чистоплотный в кавычках. Разбрасывает вещи, где хочет, как хочет. Неряха. Ну, ему так нравится Ваню не переделать. Кристина не сердится, принимает, видимо, его таким, какой он есть. Боится, наверное. Ну и сразу немного новостей из-за периметра. Настя Паршина поделилась радостью. Меня можно поздравить, я купила квартиру. Как долго я этого ждала. Наконец-то у меня есть свой маленький уголок в этой стране. Настя показала договор, а то ведь никто не поверит. Кстати, обошлась она без кредитов, без ипотеки и никому ничего не должна. У Ани Брянской чёрная полоса во всём. Ну и самая главная беда, у неё пропал отец. Раньше у меня была семья, а теперь не скажу, что она есть. Папа пропал, его нет, просто исчез. Живой или нет, никто не знает. Я вся в переживаниях, нет спокойствия в душе. Оля Бузова с мамой сходила в молодёжный театр на Фонтанке. Ира Пинчук делает ремонт в новой квартире. Она не прогадала с фирмой, рабочие действуют оперативно и качественно. Через год, говорит, уже будем жить в этой квартире. Ну а кто соскучился по карапузу Иры, вот ловите его. Строкова увидела очень странный сон. Ей приснился президент. Никогда такого не было, говорит. Первый раз. Мы сидели в какой-то одной компании. Владимир сидел прям справа от меня. Так душевно посидели, поболтали, как друзья. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь, будем сплетничать.